Приготовила вот уже водичку здесь и жду, когда придут, чтобы хоть убраться немножко. Четвертый месяц Антонина Иларионовна в ожидании чуда. Вернее, рабочих, которые придут, конечно, не пол помыть, а трещину в стене заделать. Штукатурка, рассказывает пенсионерка, впервые посыпалась три месяца назад, когда новые соседи через стенку начали ремонт. Познакомиться с ними 77-летней женщине здоровья не позволяет. К тому же живут они в другом подъезде. Обратилась за помощью в управляйку. Оценить разрушение мастер пришла на следующий день. После обещала перезвонить. Ну и вот я с тех пор жду, жду, жду. Потом, наверное, через месяц пришел мужчина. Че у вас тут такое? Я говорю, так вот ты у меня. Он засмеялся, да говорит, так это надо здесь и щекотурить, и заделывать, чего они мне послали. И ушел. Я опять туда стала звонить. Созвонились с компанией и мы. На том конце провода заверили. Все это время пытаются достучаться до соседей. Но безуспешно. Испытать судьбу вслед за коммунальщиками отправилась и наша съемочная группа. В квартиру возможных виновников разрушения стены мы пытались попасть в течение недели. Ни днем, ни ранним утром дверь нам никто так и не открыл. По закону неурядицы внутри квартиры – это проблема собственника. С соседями тоже ему договариваться. Однако для Антонина Астраханцевой управляйка решила сделать исключение. И все-таки отправила штукатуров. Те злосчастной трещиной справились за 15 минут. И, как ни странно, попросили хозяйку соседей в своей беде не винить. Было две розетки под телевизор. Одна розетка была заштукатурена, сантиметра два. И вот это от старости уже отвалилось. Никаких там соседей никто ничего не был. Первый раз в такой случае. То есть нету такого. Обычно, если на лестничной площадке живут соседи, они между собой всегда разбираются мирно. Никаких таких нет вопросов. Если вопросы к живущим через стену у хозяйки остались, решать их ей придется с привлечением полиции. Обязать восстановить ущерб даже действительно виновных соседей у управляющей компании нет полномочий. Оксана Курбатова, Денис Лугов, программа «Город».